Приветствую всех на информационном портале Альфа-Ньюс. Я в эфире студия «Свободы» с анализом последних событий текущего дня. И сегодня со мной в гостях в студии Александр Карнегруцов. Александр, добрый вечер. С чего начать? Шоу в стране продолжается. Цирк уехал, клоуны остались. Морковки, яблоки. И мы уже доросли сегодня до больших статуй в виде фалоимитаторов на ступеньках генпрокуратуры. Ну, последнее как бы шоу с нашего цирка, это то, что господин... Как же его фамилия-то? Матасару. Матасару? Матасару. Матасару, да. Сегодня притащил к стенам прокуратуры изваяние в виде фаллоса с фотографией господина Лупу на самом верху. За что уже получил открытие уголовного дела. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Знаете, я чем больше наблюдаю за этим всем шоу, которое сейчас началось после Нового года, тем больше у меня закрадывается сомнение, что это возможно. Есть какая-то большая вероятность того, что делается специально для того, чтобы отвлечь внимание населения от тех проблем, которые происходят в стране. По крайней мере, результат по отвлечению налицо. Люди обсуждают все, что угодно. Люди обсуждают гимпу, как вчера рвал им металл на ПРО-ТВ. Растянули его все высказывания на цитаты, цитируют, смакуют, общаются. Он то сказал, он то сказал. Филат вор. Тех бы я пристрелил. Но жить-то мы от этого с вами лучше не стали. Филат выходит в ответку и говорит, да вы что, листовки не мои, разобраться. Одно другое. Утром. Акция возле генпрокуратуры. То есть настоящее шоу, настоящее такое, знаете, шоу, поток какой-то информации льется с наших телеканалов на нас. Для чего? Для того, чтобы мы, наверное, не думали о том, что растут счета за коммунальные услуги, растут цены на бензин, растут цены на продукты питания, растут цены на какие-то основные средства. Чтобы мы немножко отвлеклись от проблемы на охоте, то есть от преступления, чтобы мы отвлеклись от контрабанды, чтобы мы с вами отвлеклись от того, что творится у нас в системе образования, от того, чтобы мы с вами отвлеклись от всех тех проблем, на которые общество всегда очень остро и больно реагирует. Честно вам сказать, то есть если бы вот та борьба, о которой мы говорили с вами ранее, была бы настоящей, серьезной, то и действия были бы какие-то более настоящие, серьезными. А сейчас все, что мы с вами видим, это какая-то, знаете, кукольная война с деревянными мечами. Вроде бы они выходят, вроде бы они стучат, вроде бы опилки летят в разные стороны, но все живы, все здоровы, никто ничего не потерял, и все у всех хорошо. Вот тема сегодняшней нашей передачи. Последние события в стране. Это шоу для того, чтобы отвлечь народ, или это настоящая борьба между двумя кланами, в которую мы с вами, как вот вчера на передаче мы обсуждали, тоже в принципе не верим. Вот сегодня мы с Александром поговорим на эту тему, приглашаем всех тех, кто нас смотрит, точно так же добавляться в скайп и высказать свою точку зрения. То есть нас дурят, или на самом деле в стране что-то происходит. Александр, ваше мнение, то есть мы уже как бы прошел вот эту вот эйфорию, не то, что эйфория, прошло это возмущение событиями на охоте, прошло это эйфория, когда мы увидели, что эти наши небожители начали там драться друг с другом. То есть прошло уже даже эйфория того, что Филат обозвал Плохотнюка на закрытом заседании АЕ засранцем. А тот скачал и говорит, забери свои слова обратно, не извинись, как бы, забери слова. То есть, знаешь, если он сейчас скажет, ой, извини, забираю слова, то вроде бы как бы ничего и не было. Знаете, это похоже на какие-то ролевые игры. У них пока не в роли как бы идет какая-то игра, да, а когда они выходят из своей роли, игрок ролевой игры должен сказать, стоп, стоп игра, и они как бы решают свои какие-то такие вот насущные проблемы, решили, все, старт, и они дальше продолжают играть на публику между собой, между нами. То есть... Ну, политики все играют на публику, и мы, те зрители, которые сидят кто на галерке, кто в партере, но они играют для нас. От нас зависит, будем ли мы их закидывать помидорами, либо мы будем платить дальше за это шоу. Очевидно, что Молдава нам нравится это, знаете, как, будучи еще студентом, я спрашивал некоторых своих однокурсников, вот, если бы ты дорвался до власти, что бы ты сделал? И большинство говорили, а я бы воровал, как все. Ну, ну так. Не мудрство, а лукаво. Да, я бы был, как все, я бы воровал, как все. Может быть, почему наши граждане смотрят так на это шоу, с таким любопытством, с интересом? Потому что большинство жителей нашей страны, попав туда, делали бы то же самое. И вот эта мыльная опера, которая продолжается уже 22 года, она, знаете, как вот был сериал, какой же это был сериал, Беверли Хилл, скажется, который шел там чуть ли не 11 лет. Так вот, наш сериал идет 22 года, и уже многие выросли на этом сериале, но конца края не видно, и очевидно, что, для меня лично очевидно, что без внешнего какого-то импульса, без какого-то вмешательства извне, ничего не решится. То есть эти куклы будут дальше играть, их будут дергать за ниточки, мы прекрасно понимаем, откуда их дергают за ниточки. А граждане, как зрители, вот такие, будут смотреть, покупать билеты и не реагировать. Значит, Александр, что мне это напоминает еще? Мне это напоминает еще конфликты в Израиле. Когда Израиль нападает на Палестину, то есть он понимает, что у него есть времени, ну, не знаю, там, ну, две недели, ну, месяц максимум. Ну, недели, да, до месяца. Да, до месяца. То есть и за этот месяц нужно там кому-то голову оторвать, там захватить немножко землю, там того на глаза. Ну, они привыкли, у них война за неделю, за 10 дней. И они понимают, что вот пока, как бы, там суть до дела, мировой общественность, как бы, закроет глаза на месяц, а потом, ну, надо, как бы, включать демократические принципы. И мне кажется, что в Молдове происходит то же самое. У нас наши политики уже привыкли к этим кратковременным войнам. То есть они подерутся и понимают все-таки, что рано или поздно приедут большие боссы из Америки, из Европы. Ну, не важно, приедут их, как бы, кураторы, и посадят, и нужно будет мириться. Хочешь ты, не хочешь, но нужно мириться. Но уже нужно будет мириться на тех территориях и на тех условиях, которые были захвачены на тот момент. То есть Филат сейчас у Плохотнюка треснул в прокуратуру, потом Плохотнюк наехал на МВД, а потом наехал на Министерство здравоохранения, там вскрыл одно, там вскрыл другое. И вот они спешат, пока не приехали их мирить. То есть на тех рубежах, на которых они были, там они и закрепятся. И вот как бы приезжают в очередной раз такие мирители, переговорщики и садятся. И вот, знаешь, они как вот два разъяренных мальчишки. Да я тебя, да я тебя. Они говорят, ша, ша-то. Все, успокоились, успокоились, все. То есть, исходя из этого, Вячеслав, я так понимаю, что Басецку приедет уговаривать Филата пойти на мировую. Да, потому что Басецку у нас, мы понимаем, что он проамериканский политик был, есть. Это, ну, как бы не суть важная. То есть, скорее всего, он приедет и скажет, что, слушай, ну, Владик, ты туда съездить не можешь, а вот я тебе расскажу волю сверху. Да, вы повоевали, да, ты молодец, да, ты показал, наказал народу, что ты можешь огрызаться, у тебя есть зубы, у тебя есть там еще чего-то. Забрал у Плохотника прокуратуру. Ну, забрал, не забрал. Ну, неважно, да, так, ослабил его в этом моменте. И мы признаем, как бы, границы теперь вашей... Новую границу проводим. Да, и мы проводим новую границу в ваших отношениях. И мы ее закрепляем. То есть, после этого договора Плохотнюк не имеет права, как бы, дергаться на тебя. Ну, и ты, как бы, прекращай дергаться, как бы, на него. Я думаю, это так. Потому, и они вот в такой спешке, в спешке, потому что мы понимаем, что к досрочным выборам дело не придет. Но мы видим, что они все-таки дают друг другу оплеухины, затречины, подзатыльники, поджопники. Как бы, это весьма болезненно и весьма немножко возмутительно. Но мы и не видим в серьезности намерений драться до крови. То есть, такое, знаете, вот такая вот просто... А зачем им драться до крови? Смысл? Да, мы вот Гимпу вчера очень внимательно смотрел. Это новый шоумен Молдовы, потому что после вчерашнего его выступления, это просто советую тем, кто не посмотрит. Но он открыто говорит, что мы воруем, мы контрабандой занимаемся, мы вот преступление, это вот альянс. Он говорит, конкретно кто, говорит альянс. Но, тем не менее, я за альянс. Мне Гимпу нравится, знаете, в чем? То есть, он нравится своей честностью. Вот он говорит честно. Да, воруем. Подожди, а зачем врать-то, скажи мне? Ну, все знают, что вы воруете-то. Да, воруем. И как нам относиться после всего этого? То есть, если лидер фракции, депутат, бывший исполняющий обязанности президента, открыто признает, что правительство, которое сейчас, что парламент, который сейчас у власти, совершает преступление? Да. И вот как простому человеку? Нормально. Что как? Нормально? Да он привык. Подождите, а кто не воровал, скажи мне? Гимпу так свободно говорит о своем воровстве, о том, что они коррумпированы, о том, что они преступники, потому что это уже является частью нашего... То есть, это уже норма? Норма. Это менталитет. Хуже, знаешь, это было бы, вы же понимаете, глупее. То есть, мы относимся к ним с большим подозрением и с большим скептитизмом, скептизмом, когда они говорят, что они не воруют. Да, брось-то. Ну что, все воруют. Этот честно, этот правду говорит. Да, этот говорит правду, этот наш, этот свой. Он говорит, смотрите, ведь Гимпу, у него образ такого, знаете, деревенского мужика. Он говорит, а я вот, мошелон и сенсорент, я баба такая-то, вот я к ней обращаюсь, как бы, это. Она же знает, что у нее примар ворует все там. Да что? А я примар такой, в рамках страны, как бы, это. А мой примар в рамках деревни. Про племянника своего он ничего не хочет рассказать? Ну, племянник ворует тоже, на что будешь там? Ну и как жить в такой стране? Не нарушая закон? Вот этот вопрос мне интересует. Ну, как жить? Знаете, мне этот вопрос, как жить и что делать, уже вот... Не нарушая закон, потому что они нарушают закон, каждый день нарушают закон. Да. Должны прийти... Вот когда будет такая грань, когда уже люди поймут, что... Разве говорите, что это норма, да, получается, для простых граждан тоже должно стать нормой нарушать закон? Для того, что... Не-не-не, вы не пузяйте священную корову и простых граждан. Богам все позволено, а мы быдло, мы... Мы должны быть в рамках закона. У нас очень много браков, башков и небожителей. Я боюсь, что скоро простых людей не останется. Вы меня спрашиваете, что делать? Решение одно. Проводить... Ну как, попытались провести вот законодательный референдум. Попытались пойти по закону. Хорошо. И к чему бы вы пришли? По правилам. Нас послали. Из нас сделали и идиотов просто-напросто. Нас обвинили в том, что мы фальсифицировали подписи. Сейчас ходят, используют административный ресурс, используют власть, запугивают людей, выбивают из них, из тех людей, которые собирали подписи, которые были честны, которые хотели изменения в этой стране, которые хотели добра этому народу. Запугивают, чтобы они писали заявление о том, что я подписи не собирал, подпись не моя, все фальсифицировано и готовят очередное уголовное дело против тех людей, которые не хотят жить. Не хотят жить, как живет сейчас правящая верхушка. Что делать? Бороться? Но с кем? Ведь если господин Гимпу, если господин Гимпу на центральном телеканале страны, на одном из центральных телеканалов страны, и господин Луп, и господин Филат, и господин Плохотнюк, на других центральных телеканалах страны, обвиняют друг друга в воровстве, в коррупции, в бандитизме, во всех смертных грехах, которые можно было придумать для политиков, и народ спокойно сидит дома. Народ не коробит в массе своей, в большинстве. Народ продолжает жить дальше, мириться с этим, на мой взгляд. И бороться тогда не с ним. Народ заслуживает то, что и народ. Ну да, да. Я со сколькими людьми разговариваю, мы возмущаемся, когда люди говорят, политики считают народ быдлом, неприятным. Я коробит, я не быдл, я там что-то могу дать, что-то. Но я ничего не даю. То есть они думают о нас именно так, как мы позволяем им о себе думать. Если мы сидим все дома, если мы даже в интернете не можем организоваться, в каком-то едином протестном движении, если мы даже не можем в передачу позвонить и сказать, ребята, я с вами, я из Дубасары, я из Единиц, я из Бричаны, я из Кагула, я из Камрата, я из Бельс, я из Кишиневы, даже этих людей нет. Не-не-не, а меня узнают, а услышат, а вот пусть Вальков с Корнегрузом рассказывают, пусть Вальков с Корнегрузом там борется за всех, а мы посмотрим. Мы в сторонке посмотрим. Не оторвут им лапки с крылышками. Молодцы, чемпионы. А оторвут идиоты. Дураки. Зачем на рожон лезть? Надо по-умному. Вода камень точит. Все равно рано или поздно. Знаете, как говорили с коммунистами? Зачем с коммунистами бороться? Воронину уже 70 лет, у него уже возраст. Вопрос решится естественным путем. Нет, я такие разговоры слышал. То есть грубо, немножко как бы, тупо как бы, но вот такие разговоры говорили умные люди. А что бороться с ним-то? Ну, это уже как бы старик там, там еще какое-то вот волнение. Ну, вот я его видел недавно. Нормально, бодрячком, бодрячком. Не дождетесь. Его образ говорит, не дождетесь. Скорее мы загнемся, чем он. Да. А что с коммунистами бороться? Вот их электорат сам потихонечку уходит. А сейчас такое чувство, что что с либералами бороться? Что с демократами бороться? Выбор через два года. Выбор через два года. Чего нервничать? Друзья, которые как бы все-таки смотрят на скайпе, Савши, если кто-то есть, как бы добавляем, поговорим, послушаем, что им и есть сказать. Потому что, знаете, честно, то есть вот мы с Сашей перед передачей сидели, я не знаю. Я не знаю, что делать и как делать. Я не знаю, куда стремиться и к чему стремиться. То есть я понимаю, что есть проблема в стране. Я понимаю, что трудно жить. Я понимаю, что всем тяжело. Но я вижу, что все привыкли. Я вижу, что все привыкли, все как-то с этим смирились. Каждый возмущается в тихушку в своей кухне, в своей квартире, в узком кругу близких друзей и знакомых, и все. Но если так все, так, может быть, мы зря напрягаемся. Может быть, стоит искать какой-то другой путь. Не знаю, может быть... Александр, а ты что думаешь? Потому что, ну... Ну, история показывает нам, что есть не так много путей. И на протяжении этих 22 лет никогда не хотелось прибегать к нехорошему пути, потому что... К насилию. Да, к насилию. Ну, хорошо. Не хочется прибегать к насилию. Ну, наша история. 2009 год. Альянс пришел через... Насилие. Через насилие. Через разгром. Альянс показал силу. Часть населения в него поверила, потому что для них в 2009 году для части населения они стали героями. Они на фоне Воронина, который постоянно какими-то дипломатическими уловками, увертками как бы одно-другое. То есть брал постоянно кого-то на измор. Рожка выходит на площадь. Ну, и выходи. Ну, сиди. Ну, сколько ты там просидишь? Месяц? Ну, два. Ну, три. Ну, все равно у тебя закончатся деньги. То есть мы же посчитали примерно в день тебе акция на площадь, обходят там какую-то сумму денег. Тебе хватит то, что тебе там дали из Румынии на три месяца. Все. И вот так. А с кем не может договориться? Я тебе должность дам, послом сделаю, Ну, Вистав, сейчас происходит точно так же. Еще чего-то. Вы вчера говорили в передаче, что сельхозпроизводители вышли. Они вышли, с ними договорились, им показали, что у них могут забрать. И они спокойненько, все, все нормально. Будем ждать, будем мучиться, будем людей изматывать, то есть будем из людей вытягивать последнее, но идти против альянса, против вот этого спрута, который уже, ну, везде. То есть и в школе, и в больнице, и куда бы вы ни ткнулись, он везде. И тот беспредел, который творится, он только набирает обороты. И вот те события, которые происходят у нас в селах, как мы говорили, что люди убивают друг друга самыми извращенными способами, это ведь нарушение психики. Кто-то пьет, кто-то употребляет наркотики, это очень большая проблема в городе особенно. Кто-то уезжает, но люди, это вот все, здесь негатив, который собирают в человеке, он рано или поздно выплескивается. Каким образом он выплеснется, выплеснется, либо это будет какой-то необоснованный поступок жестокости, либо вот такие вот примеры убийства в селах кота. Ну, жесточайшие. То, о чем вы говорите, что пришло в 2009 году, но давайте не забывать, что это было внешнее давление, внутренними силами мы не способны совершить такие действия. Здесь было внешнее вмешательство, и деньги, и люди были привезены, и подготавливалось это, и я вам больше скажу, что те цели, которые пытались достигнуть, они не были достигнуты все. Да, Альянс пришел к классе, но все цели не были достигнуты, и опять же, каким-то чудом Молдова сохранила государственность, и мы не видели румынских жандармов у нас на улицах. Будем, ну как, если нет насилия, то нужно ждать, когда кто-то вмешается. То есть, вот вы в начале передачи Александра сказали, что в этом году будет очень сильное влияние внешних факторов. Да, да, в регионе. В регионе, то есть, это и со стороны Румынии, и со стороны Балкана, и со стороны России. И у нас одна надежда, что нас затащат просто в мировую воронку, и там начнет уже трепать, и там уже начнет переформатировать. то есть, тогда изменения будут возможны не потому, что здесь назрела какая-то ситуация, а мы станем просто вовлечены уже в мировые проблемы. Может быть, это будет проблема с экономикой в Европе, то есть, там рухнет все, то есть, приедут оттуда гастробайтеры, то есть, наши люди вернутся обратно, то есть, здесь не будет работы, здесь будет перенаселение. Может быть, это будет момент со стороны Украины, России, там можно в Союзе, Приднестровье, там, или еще чего-нибудь. может быть, румыны сделают какой-то необдуманный шаг, что поднимет национальное самосознание и люди поднимутся на какую-то борьбу, то есть, а вот так просто сейчас... Ну вот, вчера, опять же, господин Гимпу сказал, что поднял вопрос по поводу таможенных постов, по поводу экономической границы по Днестру, и это в том числе и вот та игра, которая началась... Подверждаются слова Виктора Петровича Шерина о том, что молдаванам, то есть, нынешнему альянсу до конца года нужно совершить какую-то провокацию по Днестру, чтобы отсечь Приднестровье и уже только территории левого берега Днестра войти в Румынию, в Европейский Союз и так далее. Да, мы это увидим, вот звонок есть. Давайте, выводите, первый эфир, кто у нас? Павел. Добрый вечер. Вечер добрый, Павел. Старая песня о главном, Павел. Ну да, конечно, опять скажете, одни и те же, одни и те же. Нет, Павел, да слава Богу, что хоть ты, да я, да мы с тобой есть, знаешь, было бы грустно, если бы нас вообще бы не было бы. Людям бы тогда казалось, что вообще в этой стране не остались и люди, которым хоть чего-то не все равно. А так, знаешь, они вот смотрят нас, по крайней мере, вот 40 человек сейчас смотрят, о, слушай, да мы не одни. Я смотрю, передачи в записи смотрят еще 150-200 человек. Это как в том... 40, как всегда, человек 40 в онлайне. И человек, ну подожди, ну слушай, 200 человек, там спартанцев было 300 штук, тут надо еще немножко, и мы в принципе будем уже большой силой в этой стране. Павел, вот как вы оцениваете эти события, которые произошли сегодня и вчера, по-вашему, это цирк очередной, либо мы что-то увидим дальше, какую-то борьбу. Или это то, что я сказал, то есть они дерутся до тех пор, пока не приехали их мирить. До приезда Басецку, то есть, сколько? Ну да, два дня остались еще. В пятницу приедет Басецку и начнет их уговаривать, успокоиться, как так, мол, вот видите, какая реакция у нас. то есть Басецку приедет с директивами тех дядь там западных, которые им просто посоветуют собраться, как бы, с силами и идти в Европу своей дорогой. Ну, они ничего нового не скажут, я думаю. И если только, конечно, ну как, Басецк уже, он и у себя там уже практически потерял все, что мог и приезжает сюда только пропиариться опять же по новой. Вот и все. А может быть, мир между двумя владами наступит в тот момент, когда обоих вызовут просто в посольство Америки? Ну да, да. Да не посольство там, там в принципе, ну да, Госдеп только. Да нет, так у нас всегда, когда в Альянсе начинались какие-то конфликты, они усиленно начинали курсировать, они чуть ли не ночевали там в посольстве, все абсолютно, начиная от ГИМПу и заканчивая Плохотнюком. Лумпу, ГИМПу, ФИЛАТ, туда сразу на сборы. Ведь помните 2012 год? Константин Старо в своей передаче «Третий микрофон» «Что не передача, то мы в ожидании смерти Альянса». То последний гвоздь там, то ФИЛАТ забил последний гвоздь в гроб Альянса, то ГИМПу забил последний гвоздь в гроб Альянса. А они как упыри, знаешь, они как вампиры, их ничего не берет, им только осиновый кол, наверное, в грудь нужно воткнуть, и тогда, может быть, какие-то результаты будут. Гвоздь им явно не помогут. Они будут постепенно показывать такие концерты и тянуть до осени, постараться протянуть любыми способами, плюс приезды вот этих европейских лидеров, будут их поддерживать, потихонечку поглаживать по головке и говорить, да-да-да, правильным путем идете, товарищи, и после каждого концерта такого будут их успокаивать. А они просто добиваются того, чтобы протянуть как-нибудь до осени, да еще и как бы ввести вот этот вот ну, торговый договор. Состояние торговли, да. И в то же самое время они понимают, что в стране все-таки есть недовольство, и оно большое, да, и чтобы людей отвлечь, нужно уже самим выходить на сцену, потому что уже как бы скандалы с Лазарем, там, уже как бы людям не котируются, они хотят что-то по-серьезному, да, и они понимают, ну, ребят, пора и нам работать, по крайней мере, есть за что. Мы, извините меня, зарабатываем с вами миллионы в месяц, так что давайте что-нибудь тут устроим какой-нибудь спектакль, шоу. Ну, Вячеслав, шоу, понимаете, как людям приедается шоу, и вот накал, накал страстей, накал шоу, его нужно постоянно повышать. Ну да, и вот теперь как бы уже глобарские бои. Что будет следующим, да, мы увидим, как... Помните тему с Папушоем, тема с Папушаром? Раскручивали три месяца. Три месяца весь народ, знаете, как вот, как сериал, знаете, настоящий мексиканский сериал, каждый день заканчивался на кадре Филата, и вот, я вам скажу. Такое, продолжение следует. И все, и народ следующий день опять ждет, опять пресс-конференция с Филатом, и все такие, ну, господин Филат, кто же этот кукловод? И там целые брифинги, целые ток-шоу, люди обсуждают. Наверное, Филат имел в виду, что кукла, вот это тот, или этот, или этот, или этот. Вячеслав, три месяца, да, было? Три месяца, да. Сейчас мы видим, что прошло две недели, и практически они уже отыграли. То есть три месяца и две недели. О чем я говорю? Что чем дальше, тем это все будет быстрее происходить, и люди уже не воспринимают это так серьезно. То есть, они понимают, что это шоу, многие, они понимают, что это беспредел. Выйти и бороться либо нет сил, либо нет желания, либо не видят, что дальше, да, то есть мы у этих уберем, кто придет, и что будет дальше, и лучше пока дождемся, подождем, может быть, что-то образуется. Вы не видите? Да, да. Вы не видите, они уже листовки сами себя разбрасывают. Они меняют немножко как бы актеров, меняют декорации, чтобы людям интересно было. Да, вот сегодня с этим, извините, с фалосом. Ну извините, зачем, извините, он называется фалос? Ну, я так, помните, политик это Гелич подарок Филату сделал. Вибратор, да. Фалос тоже, поменьше. Да. Очевидно, это уже традиция, вот дарить нашим политикам фалос. Ну, ты знаете, в каких-то народах это в принципе, в принципе, я вообще не понимаю, почему человека, в африканских, да, почему человека вот обвинили, как бы, ну, ему приписывают уколовное дело, ведь в принципе, как вы сказали, во многих народах это вот фалос, африканских родов, но здесь Африка уже, банановое слово. то есть это в принципе символ силы, и тут те размеры, которые сегодня были притащены к прокуратуре, по крайней мере, я думаю, господин Лупу мог бы гордиться, то есть я думаю, обиднее было бы, если бы там принесли бы такой, как бы, а тут, угу. Давайте спросим Веронику. Вероника, здравствуйте. Вечер добрый. Добрый вечер. вот ваше мнение, вот что происходит в стране, то есть борьба или все-таки шоу для того, то есть уже складывается впечатление, что цирк, правильно? То есть нас в очередной раз развели, то есть мы думали, что они будут как гладиаторы биться до первой крови, а они вот так как танцуют друг с другом. Причем, поверьте мне, следующий на арену выйдет Тимов. Сначала клоун Филат, вышел клоун Плохотнюк, к нему добавился третий рыжий клоун и потом выйдет печальный плоун Тимофтьев. А Тимофтьев выйдет как примиритель и отец нации, то есть который такой президент, он так, наверное, считает себя. Верни-ка, как выйдет Тимофтьев? Скорее всего, да. Скорее всего, будет всех переживать к тому, чтобы народ думал стабильное то управительство. И будет разборачиваться, что... Выразил соболезнования по поводу трагедии в Бразилии. То есть он такой вот человек соболезнует, примеряет. Очевидно, другого ему предназначения нет у нас в стране. Егор Вичичевер добрый. Егор? Так, Игоря с нами нету пока. Или есть? Нету. Пока нету с нами. Хорошо, друзья. Ну, хорошо, ладно. Цирк одно-другое. Слава, у нас тут возникает немножко вопрос. Если можно, его общение. Ну, давайте. Вы говорили, что в принципе цирка в стране есть. И многие знают, что лидер у нас действительно есть. Ну, как бы нам организовать встречи с нашим лидером? Вопрос уже разрелый, достаточно плесленный. Хорошо. Давайте, как бы, допустим, что эти встречи мы организуем. Что дальше? То есть мы на этих встречах... Вы знаете, я вам скажу парадокс. Слышно меня? Прекрасно, прекрасно слышно. Ко мне никто не хочет идти в гости в студию. Знаете, почему? Арислав, мы не знаем, что людям сказать. Люди опять спросят, а что дальше? Что, опять людям рассказывают, что все в этой стране плохо? Мы уже три года рассказываем им. «Да ну тебя нафиг с этой передачей, с людьми, как бы, ну, я не знаю, что говорить людям». Не знаю. Пусть приходят и поднимают людей на бунт в таком случае, раз они не знают, что им сказать. Да не готовы поднимать на бунт. Что делать? Не готовы поднимать на людей на бунт, потому что для того, чтобы людей поднять на какое-то сопротивление, нужны, я вам могу сказать, большие финансовые затраты. Чтобы поехать в села, в районы, в города, организовать встречу, найти активистов, отвлечь их от жизни, от работы, чтобы они занимались разъяснительной деятельностью с другими людьми. На все это нужны сумасшедшие деньги. Вы понимаете, в чем сейчас сила Альянса? Альянс, будучи малочисленным, смог заключить в своих руках до 90% всех ресурсов страны финансовых. И вот бороться с этой махиной, чем? Интернетом, студией свободы на портале Альфанюс. Можно, конечно, и мы это делаем. Вы посмотрите, мы не сдаемся. И я сегодня с вами говорю о проблемах, а не иду и не пою дифирамбы той же самой власти, хотя бы за это бы платили бы хорошие деньги. И вы точно так же сегодня участвуйте в этой передаче, а не смотрите какой-то очередной телевизионный канал. Но как другим людям это донести, у нас люди стали материальными. А что мне за это будет? Так что тебе будет за это? Страна тебе будет, жить будешь здесь, работать здесь будешь, дети твои здесь будут жить и будут людьми, а не быдлом, которые мы превращаемся. Да ну зачем? Я вот сейчас соберу в Россию, поеду там устроюсь на стройку или таксистом, или на завод, или водителем, или еще куда-то кем-то, буду получать тысячу долларов в месяц, заплачу 300 долларов на еду и 700 долларов мне останется. Прав? С одной стороны, да? Я смотрю, как возникают всякие общественные организации, да? Давайте дать за то, давайте за это, давайте туда, давайте сюда. И ничего не надо делать, давайте просто вот круг по интересам. Давайте создадим круг по интересам, кто хочет жить, кто хочет, чтобы в Молдаве было лучше. Да полстраны будет в этом кругу по интересам. А толку-то от этого? А когда только начинаешь звать людей на что-то серьезное, что давай берешь на себя ответственность каждый день, каждую неделю минимум два-три часа уделяешь времени разъяснительной работе, привлечению людей, подставляешься, говоришь, возмущаешься, показываешь себя как борца среди своих друзей и знакомых. Да нет, зачем ты, что? Вячеслав, а может быть проблема в том, что люди не видят примера? Мы часто обсуждали, что наши политики не могут объединиться. Но так сложилась ситуация, что национального лидера нету, такого, за которым мы пошли, за одним кем-то. Многие говорят, когда уже объединятся лидеры каких-то партий? И вот не объединяешь. Вот, вот с кем объединяются? Так же простые люди думают, а с кем я пойду? А это значит, ему нравится это, мне нравится другое. Я-то понимаю нашу причину, почему мы не объединяемся с другим. То есть, есть обоснованные причины. Но какие могут быть причины между простыми людьми? В одном, которые живут в одном селе, в одном городе, не знаю, там, в одном районе. Значит, есть какие-то причины? Да нету причин. Страх, нежелание просто-напросто. Уже вбили за 20 лет, что нужно сопротивляться ногами. Авоську собрал и уехал. В 90-е годы. В это вложено немало сил и средств, Вячеслав. Вячеслав, а давайте будем говорить по-другому. Почему бы не начать с тех же маленьких групп в 10, 15, 20 человек. Пришли, собрались один раз в неделю. Не на студии сходы, как мы здесь рассказываем, 3-4-5 человек в лучшем случае. Вот. А переговорили в живую. И поверьте мне, оттуда будут уходить эти 15-20 заряженных человек и они начнут говорить. И в следующий раз придет не 20, а придет 40 человек. И постепенно эта аудитория расширится и разойдется как круги по воде от брошенного камня. Верника. Вы понимаете, в чем проблема, что люди придут только в том случае, когда кто-то серьезный человек, известный, по крайней мере, в стране, кому доверяют, по крайней мере, возьмет на себя груз ответственности перед народом. Что вот он может сделать это, это и это. Конечно, это должна быть двухсторонняя ответственность. Он не должен сказать, то есть, я сделаю. Он должен сказать, мы сделаем. Если вы присоединитесь, то я поведу. Вы не присоединитесь, я не могу один это сделать. Не может один генерал победить в войне, если не будет сзади армии. Это понятно, но Виктор Петрович на себя такую ответственность берет. Так почему не объединиться вокруг него? Что мы, в принципе, и пытаемся все сделать? Ну, Виктора Петровича сейчас очень сильно ограничивают судами, то есть, то, что мы видим. И уже многие вещи, которые он мог бы сделать, он их не делает, потому что, опять же, будут новые суды. человек, который под статьей ходит, он лишен в некотором роде свободы действий. Александр, да я думаю, что не только в этом проблема. Знаете, в чем главная проблема? Что и тот же самый Виктор Петрович, на мой взгляд, я, по крайней мере, и Павел, мы не видим этого такого жгучего желания народа к борьбе. Павел, я не прав? Вот именно. Особенно, когда нас разделили на молдавоговорящих и русскоговорящих, потому что я почему-то вот наблюдаю эту закономерность уже, что за Молдову в основном дерутся русскоговорящие. Даже как-то странно. Молдавия, вроде, одни молдаване, вроде, и получается, как? Все, кто разговаривает по-молдавски, я начинаю только говорить с ним о сопротивлении каком-то, о чем-то, а ну хоть приди, послушай, о чем мы говорим. Он говорит, да, ласы мопимения в раунешься от массатурата и политиченшика. А русские почему-то понимают, что надо бороться, надо против этих, я не знаю, узурпаторов как-то, хоть как-то протестовать. давайте честно, открыто говорить, что русское население притесняют и русскоязычное население. Ну как притесняют, Саша? Да притесняют всех абсолютно. Притесняют? Что в Кишиневе коммунальную чета приходят, молдаванам приходят одни, а русским другие. Что пенсионерам, бабушкам, русским приходит пенсия в 500 лей, а молдаванкам приходится в 1500 или 2000 лей. над народом издеваются. Почему я говорю, что русских притесняют, потому что мы на самом деле молдаване уехали. Молдаване в России и в Европе работают и присылают деньги. Подожди, а русские не... Русские тоже уезжают. Я вот, знаете, вот я был, я был на встрече журналистского клуба с господином Мишиным. И господин Мишин говорит, надо защищать русских в стране, вот у них проблема, надо бороться, чтобы вот русский язык как бы нормально был. Господин Мишин, вот мы сидим с вами в заведении, спокойненько общаемся, спокойненько разговариваем. Можно я задам вам вопрос. Сколько русских уехало из Молдавии из-за проблемы того, что у них была проблема с языком? И сколько русских уехало из Молдавии из-за проблемы в том, что им не было что жрать, не было где работать и не было возможности жить нормальной жизнью? Все, тема ушла сразу. Вячеслав, я не согласен, потому что в начале 90-х очень большое количество специалистов уехало именно из-за того, что они потеряли работу, они не могли... Подождите, но сейчас не начало 90-х, сейчас уже, слава Богу, 2013 год. Ситуация остается. Ситуация остается. Я понимаю, хорошо, Саш, но ты пойми, что сейчас многие... Твоя мама, моя мама работает за границей, да? Ты что, ей можешь сейчас сказать, давай, приезжай? Нет, не можешь. Не потому, что она русская, а потому, что здесь нельзя жить. Она приедет, сядет тебе на шею или ты сядешь ей на шею и станешь жить еще сложнее. Это страшно, это мерзко, что я не могу своей матери сказать, чтобы она вернулась обратно в страну, потому что я ее здесь не прокромлю. Я сам еле-еле свожу концы с концами. Я в судах, термоком, банк, одно, второе, третье, четвертое, пятое. Проблема не в языке. Она, мать, приедет, получит пенсию в три столе, в три столе и пенсию. Вячеслав, если проблема не в языке, почему мы постоянно говорим о языке? Мы? Да. Мы нет. Да. Они да. Общество. Они говорят. Они говорят. Они говорят есть. Да у нас нет проблемы языка. У нас каждый раз проблему языка поднимают, когда нужно увести людей в сторону. И пока мы эту проблему не решим, общество не решит. Мы решим? Общество. Гражданское общество. Пока эту проблему не решит, мы не сдвинемся с места. Мы на ней бусуем уже 22 года. Как решим, скажи мне? Либо введем второй государственный язык русский, либо каким-то другим способом. Но пока это проблема, пока у них не будет, у них не будет этого инструмента манипулирования общества. А кто это? Кто будет решать? Мы не будем решать. А потому что или мы решаем эти проблемы, или мы уезжаем из страны. А кто будет решать? Александр, вы не поверите, как только начинаешь на том же сайте, на тех же одноклассниках, говорить, простите, мне там высказывают, вы не говорите на родном языке страны, в которой вы живете. Я говорю, да, это моя вина, это моя проблема. Вы простите, мы сейчас говорим о чем? О языке или о том, что тяжело жить? И мне, который не говорит на этом языке, и вам, который в совершенстве владеет этим языком. Да, действительно. И тут же забывается разногласие о том, что кто-то говорит на румынском, или на молдавском, а кто-то говорит на русском, или на украинском, или на болгарском. Моментально, как только человеку напоминаешь о том, что он сидит в таком же дерьме, как сидит русскоязычный человек, это проблема уходит. Хорошо. Почему тогда, когда говорится давайте выйти вместе, эти люди не хотят выходить вместе? А кто сказал, что они не хотят? Ну, я вижу, что не хотят. Выходят, не знаю, я такого не замечала. Вы часто выходили на акции протеста? Практически стараюсь, всегда. Я хожу уже три года на акции протеста, я вижу в основном молдаван, которые говорят на двух языках, либо русских ребят, а те, которые являются носителями родного языка, они выходят протестовать, за Альянс. То есть, или провокаторы? Я не понимаю другого. Я не понимаю другого. То есть, о, Саша. Вот перед. Саша, вечер добрый, Александр. Добрый вечер. Мы рады тебя слышать. Тебя давно не было у нас в эфире. У нас сегодня такой горячий спор. Знаешь, что мы уже так по душам говорим, потому что вся эта риторика, вся эта цензура уже немножко вот здесь, по самом горло. Я подключил, потому что мне интереснее просто с людьми разговаривать. Когда приходит политик, я могу сам заводоваться в политике. Я могу тоже, я могу сесть, одеть костюм, пицца, галку. Вот этот придет, он будет то говорить, а вот этот это будет говорить. А когда люди, как сказать, с земли, они говорят, что мысли в голову какие приходят. То есть, они не чувствуют обязанности себя, я так понимаю. Поэтому интереснее. вопрос вашего, скажем, нет. Есть свет в конце туннеля, есть просвет, есть какая-то надежда на то, что... Да, только далеко очень. Далеко очень, да? Есть, есть, конечно. Да, очень далеко. Ты оптимист наш, то есть, есть, но далеко. Не в нашей жизни. Не в нашей жизни. Если бы он хорошо детей воспитывал, то в их жизни будет. А пока, пока вот так как есть. Мы ничего не можем сделать. Мы не готовы, нас никто не учил. Ты согласен с тем, что без внешнего вмешательства мы не изменим ситуацию? У нас нет внутренних ресурсов. Я полагаю, я полагаю, что сила молодого в том, что она из внешнего, с внешнего воздействия ничего не изменит. Ну, я тут и утриваю. Пошли, мы поорали, мы поорали, ну, я имею в виду, скажем так, условно, не давали. Поорали, мы ушли, все равно на свое судно. Я так утрирую. Придут, и там русские, предположим, да? Они тоже там распропагандируют все. Ай, да, да, русские ушли, опять все как было. То есть, это оккупационное мышление, да? Нет, я говорю, нет, я говорю, и у нас. Мы очень инертные, в этом наша сила. То есть, мы перемалываем всех, ждем. Нет, не то, что мы не перемалываем, но нас не так легко разберут, так сказать, условно, свою сторону. То есть, мы народ... Нет, я говорю, понимаешь, как вот, тебе в гости пришли, и тебе что-то говорят, какие-то вещи, которые тебе, в принципе, не приемлемы. Ну, ты же не можешь говорить в гости, ты, что ты, я вот разговариваю, да? Ну, не будешь, да, ты послушаешь, полюбаешься, гость уйдет, ты будешь делать только что, что нужно. Я думаю, Ну, простите, Александр, мы сейчас уже, даже не гостей принимаем, мы уже, получается, живем в гостях. Или гости живут у нас дома. Я не знаю, как вы, я живу дома, у меня тут все хорошо, тепло и весело. Мои люди много вокруг меня. Ну, с вами приятного говорю. Сегодня меня никто не притеснял. Александр, кстати, вот вы были сегодня в суде? Да, у нас, кому интересно, то БелСНД можно посмотреть интервью Шевина. Где, где? Я, кстати, буду смотреть, что вытожили. Что мне показалось интересным? Мы работали, из всех средств массовой информации заинтересовав судебный процесс по телекам нас и публику. И одна газета, наш местный жередельник, ИСП. Что касается протилетия, неинтересно. Сначала говорили, как бы, технологии, как Шевинг будет обороняться. Ну, там, существуют два дела, параллельно, уголовное и уголовно-административное. То есть, штраф и в перспективе посадка. Естественно, мы все прекрасно понимаем, что ни в законе никакой страны нет такого, чтобы человека можно два раза судить за одно и то же. Ну, это так очень просто. Ну, вот об этом говорили. А потом, а я задал вопрос по поводу, там, вот, Бесецку, приедет там, прокуратурой, видимо, сменит руководство. Сразу же у всех потерялся интерес. Вот, выключили камеру, отошли. Вот это мне показывает интересным. А кто мне объяснит, почему так? Почему, когда речь зашла о каких-то более глобальных делах, это уже переставайте рисовать. Ну, людей или телекамеры? Это переставайте. Телекамеры работают на людей, и они вот пришли, что это надо. А потому что есть формат телеканала. То есть, в формате телеканала есть четкая, ясная задача, постановка. Выставить из Шерина такого, знаете, клоуна, такого эм... Ну, это совершенно достаточно подготовленный человек. Шоумена, да? Потому что, и как только кто-то задает какие-то серьезные вопросы Шерину, и он грамотно, четко, ясно на них отвечает, в этот момент камеры выключаются. потому что не надо это показывать людям. Потому что, вы... Саш, ты представляешь себе контраст? Гимпу? Я представляю себе, что это вообще никто. Устраивает такой вот... Я не знаю, что это было вообще на протеве, что это? Это как будто, знаете, трансляция была откуда-то из баров в деревне Колонице после хороших, блин, пяти стаканов молодого вина, и вот его понесло просто-напросто. Наверное, так. Я не думаю, что это какая-то практика, какая-то пиар-компания. Это для нас это слишком сложно. Просто человек хотел сказать и сказал. Ну, понятно. Ну, подожди, но это же не просто человек. Это же не просто человек. Это человек власти. Один из трех, на которых, в принципе, сейчас и все держится. Ну, так, постольку, поскольку. Правда? Что это? Гимпу, даже рухи? Хорошо. И чем все закончилось сегодня в суде в Бельсах? Какие там у вас новости? Короче, вот я говорю, суд в чем? Что существует два как бы дела одновременно, как бы за одно и то же против Шилина. А суд об этом не говорил? А суд это упустил, правильно? О, там с доводом вообще очень тяжело было. К большому сожалению прокуратуре были все предъявили претензию Шелину, что акт или как это называется, документ прокуратуры составлен в отношении Шелина поставлен плохо, благо нечитаемо. Непорционально составлено. На что ставить адвокат? Так что ее составляют так вот. То есть прокуратура обвинила Шелина в том, что то, что они сами написали криво написано и ты еще в этом и виноват, правильно? Да, там возникла коллизия такая, что если человека осуждали на штраф, а он штраф не заплатил, существует ли это дело? То есть может ты не заплатил, значит дело нет. Как? Подожди, я тебе могу сказать, если ты не заплатил, ты заплатишь по-любому, они тебе кишки на изнанку вытащат, но ты заплатишь, уж поверь мне. Если есть штраф, значит есть дело, а то, что ты не заплатил, это просто вопрос времени. Вот об этом мы пытались рассказать суду Пикта Шелин и его адвокат. А там, кстати, еще одно дело Шелинского в курсе? Нет, такое. Видимо, социал-демократическая партия против Бельской прокуратуры суд, то есть социал-демократы против прокуратуры в связи с тем, что почему они не преследуют унионистов? Чтобы мы написали бумагу и потребовали, а вы мы проигнорировали. Я тебе покажу Саша больше, что мы написали заявление точно так же в прокуратуру, подписалось 500 с лишним бельчан под этим заявлением, и ответа как нету, так в пиере нету. Но мы там будем здесь с ним все, что будет происходить. Саша, спасибо тебе, что с последними новостями из Бельс вот к нам добавляются сейчас новые участники. Вечер добрый, представьтесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Откуда вы? Марина Бельце. Марина, да, слушаю вас. Я сегодня смотрела публику, и там была одна передача, и обсуждали тему, и так серьезно обсуждали, так долго обсуждали. тема была такая, что у нас в общественных учреждениях нет доступа в туалеты, то есть вот общественные туалеты, очень многие закрыты, и нет в них доступа. И они ее так обсуждали, знаете, так, ну, солили, так серьезно, с таким серьезным, пригласили специалистов. Вот для того, чтобы вот войти в Европу, нам осталось решить только эту проблему. общественные туалеты. Проблему с геями мы решили, теперь у нас проход в Европу надежный, теперь осталось найти место там, где можно этот проход в Европу в любой момент удовлетворить. И вот тогда точно у нас все будет нормально. Да, да, и в конце, и один парень в конце возьми и скажи, слушайте, сегодня день прокурора, неужели в день прокурора нет других тем для обсуждения? Ну вот так, была единственная ремарка, но это было такое серьезное обсуждение по поводу туалетов, где-то в частении часа обсуждали. Вот какие темы нам подкидывают на самом деле? Марина, вы понимаете, что все те, в большинстве своем, в большинстве своем, я не говорю, что все, в большинстве своем, все эти политические аналитики, политологи, эксперты, которые ходят на все эти центральные якобы телеканалы страны и вещают людям, они являются точно так же частью этой системы по промывке мозгов населения. Вы правильно, то есть вы простой обыватель, вы говорите, народ, о чем вы говорите, неужели меня проблемы туалета волнуют, у меня в Бельсах счета за это гребанное отопление пришло, как будто, я не знаю, как будто, чем там топят, не нефтью, не углем, а какими-то высокотехнологическими, как бы это, у нас дорог нет, у нас дороги смыло после зимы, у них Европа начинается с туалета, нет, у нас Европа начинается с задницы в начале, потом продолжается в туалете. У меня постоянно такое ощущение, что у власти вот одни шулеры, и нас, простых людей, постоянно кидают, кидают, вот у меня такое постоянное ощущение, что меня кидают каждый день. Я вам теперь скажу больше, у вас не то, что ощущение, а у вас, вы абсолютно правильно думаете, у нас не шулеры, у нас бандиты у власти, у нас коррупционеры у власти, и вот Александр говорит, выходит представитель власти, ГИМП, Михаил, лидер партии, и он говорит, мы воры, мы у нас контраб, да он не говорит, он даже не говорит, он говорит так, Марина, чтобы вы даже не сомневались, чтобы вы не думали, что мы можем какими-то быть хорошими, чтобы развеять все ваши сомнения, я вам говорю честно, мы воруем и воровать будем. Знаете, вот у Хохлов есть, у Хохлов был в 2011 году ролик, якобы, кандидатов в президенты Украины, и он такой степется, и он говорил, я воровал и воровать буду, то есть, где найду, там как бы это, вы тоже воруете, но главное, со мной поделитесь. Мы смеялись с этого, то есть, нам говорят, это юмор, а когда наши политики выходят и говорят то же самое, это уже не смешно, мы просто понимаем, что это уже стало нормой жизни. Марина, вот у вас в Бельцах, я слышал, что у вас в Бельцах, если у нас проблемы с дорогой в Кишиневе, то у вас уже проблемы не с дорогами, а с направлениями по городу. Вы знаете, мне очень повезло, я живу в центре города, там в центре все есть, и я почти не езжу. Пазар, там работа, все в центре, короче. То есть, понятно, можно так решить свои проблемы, просто как-то ограничить свое передвижение, и все, и вроде бы, как бы, сразу стало лучше. Ну, насчет дорог господина Киртака повезло, потому что в субботу собирались выходить протестовать при Марии, а в пятницу выпал снег. Слушай, ну, Саш, ну, хорошо, ну, выйдут, попротестуют. Я на этих протестах срываю постоянно горло. А какие формы, а какие формы, других форм-то нет. Я знаю другие формы. Я знаю другие формы. Меня говорят, вот, надо выходить на протест. Я говорю, да не проблема, выйду, речь толкну, задушевную такую, так, чтобы аж за душу взяло. А толку-то что? Никого даже, никого даже не покоробит это из тех, кому мы обращаемся. приучили к демократическим формам протеста. Приучили. Подождите. Раньше этого не было. И вот есть такие рамки, вот из-за этих рамки протестуй, говори все, что хочешь, делай все, что хочешь, но в этих рамках. Вот полиция по периметру стоит, ты можешь говорить, но опять же, следи за словами, потому что потом могут привлечь, да? Да, конечно. Говори, что все плохо. Следи, что несешь. Что все сволочи, да, говори, не вопрос. Мы кто-то послушает, кто-то даже слушать не будет и будем делать, как мы делали раньше. Да. Вот господин Тулбуре был и говорил, вот, общество собралось возле парламента в количестве... Ну, человек 120 было там. 120 человек. И мы выступили, и я выступил, я тоже выступил. Игры, что господин Тулбуре, вы хотите сказать, что они даже не знали о том, что мы там. Они сидели там, у них своя подковерная борьба, бегали как мыши, поэтому парламент шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Проголосуем, не проголосуем, кто, чтобы не выставить идиотом единогласно, кто воздержался, кто за, кто против. Коммунисты потом выйдут с инициативой. Да, Павел. Слушай сюда. О чем мы говорим? Вот Вероника не даст соврать. На собрании вот этой еврейской общины по поводу Холокоста там выступал Филат, выступал Лук. Они такие речи произнесли, там вообще заушевные прямо, ну вот мы вас всячески поддерживаем, вот мы мы чтим память, вот. После как он, как они успокоились, там так выступила именно глава вот этой общины еврейской, так их унизил практически при всех. И что вы думаете? Никто даже как бы ухом не повел. они сидели с таким спокойным лицом, как будто это не им даже говорят. Потому что, ну как объяснить, их же тренируют, именно их, они проходят как бы подготовку специальную. Да нет, Павел. Не-не-не-не-не, Павел, после этого вообще там начали говорить, что Филата там не было. Да понятно. Павел, их не тренируют, Павел, ты пойми, Павел, у них нету внутри ничего. Это мы с тобой говорим о человеческих чувствах, присущих нормальным людям. Совесть, стыд, сострадание, уважение, там, стеснение. А они, Павел, ты смотри, просыпается человек, просыпается человек утром, Лупу, Филат, Гимпу, Плохотнюк, и он говорит, я сегодня украду еще столько-то, еще столько-то, я пенсионеров оставлю без зарплаты, я там учителям не дам зарплату. Он делает это осознанно, они рецидивисты уже матерые, такие махровые, знаешь, и ты хочешь у них увидеть какие-то эмоции, какие-то чувства, сострадание, стыда, совести, там нету ничего уже, там все прожжено деньгами. Вячеслав, нет, чувства есть, вот вчера мы увидели чувства, вчера мы увидели чувства человека, которого просто начали притеснять, имея в виду Гимпу, его прорвало, вот в этом случае у них появляются чувства. Это пока им не закрутишь одно место в тисках, у них других чувств нету. Я тебе говорю, Павел, я всегда людям говорю, что люди просто забываются. Знаешь, вот от того, что ты совершаешь ежедневно беззаконие, тебе кажется, тебе кажется, что ты, не знаю, просто, ты просто, знаешь, всесилен, ты безнаказан, тебе все можно. но это очень быстро заканчивается, когда начинаются какие-то другие действия в твой адрес. Мы это продолжим попозже. Елена, вечер добрый. Вот вы слушайте нашу передачу сегодня. Добрый вечер. Вячеслав, Фомост, выступ, вышел Горбачев, значит, здравствуйте, товарищи, и так далее, там подобное, переводят на греческий, и вдруг раздается Горбачев проститутка, Горбачев проститутка. Встречает его, скандируя в мегафон Горбачев проститутка. Кстати, это вечером обошло все эти самые каналы центральные. И что вы думаете? Горбачев выходит к микрофону еще раз так осмотрел. Все говорят, вот, я вижу, что и здесь есть несогласный со мной. Это хорошо. Ну и как реакция вы думаете себе? Ну, а почему? Все нечего. Этот человек был первым президентом СССР. Последним. Последним. Первым последним. Я имею в виду СССР. О чем вы говорите? О какой совести? О какой совести? Да вы ему обзовите его всеприлюдно, и то он скажет, да, разногласия всякие бывают. А то, что в народе есть мнение, это говорит о том, что мы с вами хорошо двигаемся в правильном направлении европейской ценности, демократии. И то, что есть такие мнения, в народе, которые нас ругают, критикуют в некоторых моментах, это говорит о том, что наши работы на благо общества правильные и находятся в положительные моменты. высказываться, это один из ростков демократии. Это тоже один из ростков демократии. А дальше? Хотите с голоду подохнуть? Опять же, это ваш выбор. Не умеете воровать? Ваш выбор. Учитесь. Вот и все. О чем вы? На что рассчитываете, ребята? Будем немножко реалистами. Это я вам говорю. Этот кадр в речи Горбачева обошел все вечерние новости. Правда, на следующий день его сняли. В смысле как? Вот только сообщение, что вот посетил Горбачев, он выступил в встрече, все. А слова ему уже не давали, потому что все это шло на фоне Горбачев-проститутка. И сейчас эта проститутка продолжает жить спокойно себе, создавая свои эти самые фонды. фонд Горбачева и продолжает опять обсирать нашу уже Россию на данном этапе. И что? А кто на проститутку кричал? Греки? Кто русский? Русские греки, которые там были. Да, в Греции. Да, Саша? В Греции русские. На острове у нас достаточно русских там живет. И понтийцы, которые приехали из Советского Союза, удрали, когда началась вся эта заварушка. Хорошо. Елена, вот мы сегодня с Александром разговаривали. Проблема в стране и из-за чего бегут люди? Из-за языка русского или из-за того, что просто-напросто негде работать и не на что жить? У меня была стычка в этом самом в банке, где коммерчал. Когда мне один новый человек попытался объяснить, что я должна знать очень хорошо мурдавский язык, мне просто подсунули документы на подпись на молдавском языке. Я говорю, извините меня, я не разговариваю на молдавском языке. И тут меня начал воспитывать пацан лет 25, наверное. Как это? Вы живете в Молдавии, не знаете молдавского языка. Я говорю, простите, а что мне дал молдавский язык? Мне что, молдавский язык дал работу, которую меня лишили? Или мне молдавский язык помогает ее найти? Или помогает мне жить? И тут мне позвонила подруга из Греции, гречанка, потому что там у нас эти денежные вопросы решались по телефону. И мы с ней разговариваем, естественно, на греческом языке. Значит, это... У парня немножко челюсть отвисает, отвисает, потом мы закончили разговор, пока я разговаривала, мне принесли уже, значит, бумажку на русском языке. Ну, вы понимаете, я говорю, все, я понимаю, что я работаю. Я его выучила. Я его выучила, причем выучила нормально, пишу, разговариваю, читаю. Если бы мне что-то светило в Молдавии, я бы оттуда в жизни не уехал, потому что все-таки худо-бедно, у меня высшее образование, инженер-меканик. Вячеслав, почему я сказал про русский язык, да, потому что мы уникальный народ, действительно, мы билингвисты. Билингвисты. Да, то есть два языка. И если бы нормально к русскому языку относились здесь, в стране, то у нас бы было много связей с Россией, у нас бы было много совместных предприятий с Россией, и, возможно, и ситуация в стране экономическая была бы совершенно другой. Да даже не в этом дело. Здесь даже вот чужие люди, значит, спрашивают, ты откуда? Я говорю, из Молдавии, а где это? Ну, начинаешь объяснять, это между Румынией и Украиной. А это с севера или с юга? С юга. А, хорошо, а ты сама кто? Потому что, ну, не черная, не это самое, я говорю, я русская. А, Россия, оно очень хорошая страна. Русские, это такой народ, это такие люди. Да, за границей мы все русские. Мы для них все русские, за границей. Нет, нет, все, сейчас уже время прошло, уже начинают, подскольку различать Украину от Украины. Ну, это вот, в южных странах. Молдаване, это молдаване. А вы знаете, что многие молдаване не хотят признаваться, что они молдаване? Я знаю. Числава, можно сказать пару слов? Да, Штлама. Добрый вечер. Добрый, добрый, добрый. Я вам даже приведу пример, буквально неделю назад такой случай был у меня даже на работе. Фалешты полностью зомбированные, они не признают русского языка. Я вызывала ребенку скорую помощь, меня вообще не хотели слушать, мне бросили трубку. И когда я начала, не то что угрожать, я говорю, я сейчас включу диктофон, запишу, как ты со мной разговариваешь, если вы не приедете. И вот тогда она поняла, что плохо дело. А был случай два года назад, меня в Бельцик, то же самое, я работала в больнице, могу сказать, где даже, я не боюсь приемным покоем. Я осталась до отпуска, мне две недели. Я разговаривала с больным, правда мы понимали друг друга, прекрасно. Я дедуле объясняю на русском, он мне по-молдавски, я его веду на 9 этаж. Моя обязанность была снять с него вещи, верхние вещи. Он не хотел куртку оставлять, кожаную, дорогая. Куртка тут украдут, я его объясняю, как говорю, все нормально будет, все вмешивается. Я не знаю, кто она врач, какой она пост занимала тогда. И меня вызвали на ковер в больнице и хотели уволить из-за того, что я разговаривала на русском языке. Светлана, да? Да. Света, дело в том, что скоро будут требовать для уборщицы туалетов знания русского языка. А я думаю, почему? Когда я стояла на ковре... Света нашего правительства выгнать всех, которые сопротивляются. Сопротивляются кто? Русскоязычные. Да. Вы будете говорить, и молдаване, и гагаузы, и русские, и украинцы, и евреи, и все остальные. Русскоязычные. Остальные им плёточкой погрозили, они на попу сели. Они зомбированы, просто как зомбированы. Им дали работу, этим, которые сейчас сидят. Я попрошу не забывать просто, что нас смотрят люди, и не делать просто базар, а именно больше к теме. Просто передача такая, что люди приходят, слушают, и может им не всем интересно просто именно такое, как бы, слушать. Давайте вспомним просто, с чего мы начали, и о чём сама передача. Передача о том, что мы ищем проблему. Что у нас в стране? Я считаю, что это не всё, это не единственная проблема. Мы слишком зацикли. Это вообще не проблема. Это я считаю, что это вообще не проблема. Вот меня слушают люди, я вот сейчас вот, прямо вот сейчас, мне пишут люди, параллельно с передачей, которую я пригласил на передачу, и эти люди молдаване, никакие не русские, а молдаване. И они мне пишут, мы солидарны с вами. Скажите на передаче, что мы вас слушаем, и мы с вами. Они на молдавском пишут мне. Ну, когда ты с молдавой общался, я объяснил. Светлана, я скажу больше, друзья, те, кто говорит на молдавском, то, что я говорю по-русски, я вам честно говорю, я всё практически понимаю, на 90%. Я русский по национальности, но я на молдавском говорю так же, как и на русском, без разницы, на каком языке говорить. И я с ними, вот, переписываюсь, я даже помогаю тем, кто не может, допустим, высказать своё, как бы, мнение на молдавском, я помогаю, перевожу, пожалуйста, без проблем. Павел, самое смешное, проблема языка не между нами, а проблема языка существует из-за правящих. Как оружие против нас. Как оружие против нас. Я вам не говорю, это теперь сделали такое оружие, это настроили нас так. Не нас, а настраивают людей, понимаешь? Саша, а мы должны перестраивать так, как это должно быть. Одну секунду, одну секунду, одну секунду. Саша, выучить молдавский язык? Да, вот меня теснят, я умирать, вот всё, я не могу, просто я, жизни нет. Но меня бьют более языков. Вот я выучу, вас всем покажу. Ну возьмите. Ну что дальше? Никаких непростых слов. Ну выучили язык, что ты читаешь? Какая фамилия? Саша, Саша, одну секунду, одну секунду, одну секунду. Я с молдавами молдавский. Давайте. А с чехом, вы же с греками разговариваете, если вам что-то не нужно от молдаван, а ты выучить их язык. Это не нужно, давайте мы с вами общаться вместе, по-русски. Александр, ты упустил момент, Елена И говорит, а мне ничего не нужно здесь. Ну так не нужно, я что обречь вообще? А мне ничего не нужно. Так, одну секунду, не-не-не-не-не, добавь, пожалуйста, кто это, то, что у тебя нормально. Я согласен, смотрите. Если нужно, так выучи. Я согласен с Павлом, я согласен с Павлом, что у нас нету в стране, в народе проблемы с языком. Я был на передаче, на публике в прошлом году, и мы тоже поднимали тему билингвизма. Спокойненько ведущий говорил всю передачу на молдавском, и мы, я спокойненько ему отвечал на русском, даже взял на себя обязательство, что за год постараюсь выучить молдавский язык. Да, не тут-то было, то есть хватает проблем без того, чтобы я еще язык учил. Знаете, в чем проблема? Я когда был в Греции, я когда был в Греции в 18 лет, я точно так же греческий выучил за полгода, потому что, ну, все говорят... Потому что надо. Потому что надо было. Это как удобно было. Потому что среда была, то есть, а наша среда позволяет не выучить язык, и как бы, и все нормально, да? Но всякий раз, всякий раз эту проблему поднимают, она выпрыгивает... Муссирует. Муссирует. Она выпрыгивает, как чертик... Такие, как Славко, например. Она выпрыгивает, как чертик из табакерки, и говорят, ну вот, почему плохо мы живем? Нет, Слава Валько не вытаскивал, эту тему я вытащил. Почему? Потому что вчера господин Гимп начал опять поднимать тему насчет российских амбиций, российских империй, да? То есть, те люди, которые здесь живут, которые говорят на русском языке, это наследники империи, это те, кто не дают альянсу войти в Европу. Мы... Стоп-стоп-стоп, давай разделим, давай разделим. Мешаем, да. Подождите, это наследники империи, безусловно. Да. Гимпу прав на 200%. Ну и с вами все наследники СССР, а что, нет? Так. И мы мешаем... А молдавани что, нет что ли? Подождите, Саша, а что? А молдавани нет что ли? То есть, молдавани... Подожди, Слава, мы с тобой разговариваем, да? Я тебя спрашиваю. Ты наследники империи? Это к Сашу жилу. К Сашу. Я наследник, да. Да, я ничего, ну нормально. Гимпу подсказал, а я его поддерживаю. Да, действительно, я наследник. Что ты делаешь? Ты знаешь, как мне напоминает? Филат наследник. И сам же Гимпу наследник. Так, друзья, друзья, я прошу, я прошу, я прошу взять тайм-аут. Мы съехали в передаче опять на языковую тему, и там, и когда в ней... И там, и когда в ней... Она бесконечная. Она бесконечная, да. Это можно рассуждать долго, долго и долго. Еще раз, я подведу итог. Проблемы языка в народе нет. Люди нормально, спокойненько общаются друг с другом. Кто по-русски, кто по-молдавски, в массе своей понимают друг друга. Прожил 20-30 лет в этой стране, даже если ты не умеешь говорить по-молдавски, ты спокойненько все понимаешь. И тебя собеседник понимает точно так же. То есть, едешь в автобусе в Войко-Брыц, станция у Ормотари, да, конечно, выхожу, пожалуйста. То есть, проблемы нету абсолютно в этом. Эта проблема специально искусственно поднимается, и она искусственно не решается. Она искусственно не решается. Вы поймите, все начинается со школы. Когда в школе для ребенка русскоязычного программа изучения молдавского языка такая же, как для ребенка, для которого язык родной, он просто физически не может выучить его. И получается вся проблема оттуда. Что, Павел? Если искусственно русский язык не ограничивать, через какое-то время и создать условие благоприятствия, то есть, в какое-то время вообще никто по-молдавски разговаривать не будет. Потому что на одну книжку по-молдавски есть 10 тысяч книг по-русски. Павел, о чем вы говорите, Вячеслав, извините, это самое, Павел, я родилась и выросла в Литве. Это не Павел, это Саша. Саша, извините, я родилась и выросла в Литве. У нас весь народ был двуязычным. За исключением нет, моя мама выучила язык, потому что ей надо было общаться с нами. У нас были, не было ни одного русского садика, дети, в 3-4 года уже прекрасно владели двумя языками. Давайте я вернусь к тому, с чего не было никогда никаких вопросов по языку. Елена, я прошу прощения. Очень тяжело про нас говорить, про нас самих. Можно вмешаться? Алло. Друзья, друзья, можно я вмешаюсь? Почему я начал этот разговор про язык? Потому что если убрать языковую проблему между молдавским обществом и русскими, мы бы уже давно снесли этот альянс нахер, извините меня. Я согласна полностью с тобой. Все, вот эта проблема единственная, которая мешает нам объединиться. Против этих воров. Вам не приходит в голову, что не всех это беспокоит, проблема альянса? Не приходит какая мысль? Так они уже это сделали. Нет, вот людей не все альянсы беспокоят. Правильно, потому что есть другие темы, есть другие темы, есть тема языка. Другие, третьи, пятые, десятые, этот вопрос не волнует, потому что они знают, если он дернется, завтра выкинут за ворот, а вот и все. Ему придется забыть о языке, ехать в Россию, мыть, что-нибудь мыть. А почему именно мыть? строить, что-то делать и учить русский язык. Программисты работают всем кому угодно. Не так много программистов. Так, наше время, наше время потихонечку подходит к концу. Еще раз говорю, нас слушают люди, мы как погнали эту тему, мне пришли очень отдельно, сто процентов. Я еще раз объясняю, простите те, кто, простите те, кто, Павел, можно скажу, простите те, кто не понял и не услышал изначально. Я эту тему поднял, почему? Потому что эта тема разъединяет народ. Потому что, если бы не было этой темы, уже бы давно все люди вышли на площадь и убрали бы этот альянс. Павел хочет сказать, в принципе, люди, молдаване, то есть, молодоязычные граждане Молдовы, мы, русскоязычные граждане Молдовы, поддерживают нас. То есть, у народа этой проблемы нет. Проблема есть там, на верхах, в СМИ есть проблема, в учебных заведениях подконтрольные прорумынским каким-то администрациям, в бюджетных больницах есть, она искусственно разжигается, она искусственно накаляется. Для простого народа проблемы нет. Но все равно есть это разделение, которое не позволяет нам объединиться полностью, слиться там в едином порыве и решать жизненно важные вопросы. Вот как Марина сегодня позвонила, они тратят драгоценное время своего эфира на обсуждение того, что у нас туалеты закрыты, у нас вот из-за этого у нас мы не в Европе. У нас все хорошо. Не из-за этого, но туалеты надо чистить. Я, парень. Саша, ну это не тема для обсуждения на Центральном канале, Саша, ну давай как бы не будем как бы этого. Нам надо не с туалетов начать, а еще раньше. Нам надо начать с детских садов. Мы жить и умеем и человечество. Дело в том, что сегодня день прокурора, как бы. Ну и что? Саша просто по судам снимает, ходит, и ему как бы день прокуратуры абсолютно не праздник. Он видит весь тот беспредел и говорит, и у этих бандитов еще праздник есть. Видимо, в прокуратуре осталось... В прокуратуре А сто лет я не расскажу. У нас в Бельцах запустили новую поликлинику, это называется Центр семейных врачей. Центр очень хороший, очень хороший. Не знаю, кто предложил Альянс или наше местное власть. Но где, реально, очень хорошо. Я посмотрел, там очень красиво все. Я вот был со всей этой компанией, которая как бы запускала это все. Ну, я с камерой хожу сюда, и я, по-моему, пошел в туалет. Я серьезно, я пошел, мне это так, все чудесно. Но если в туалете, извините, мне печет и грязно, не нужна такая поликлиника. Это раз. Из двух, прием, смотрю, кто в туалете, чисто, тепло. Людям важно, как там, извините, ходят в туалет. В том, где-то в каком-то доме, я смотрю, дети писают в подъезде, сомневаюсь, что у них благоустроенный туалет. то есть, давайте сейчас научимся с туалетами разобраться, а потом мы будем политику, так сказать, двигать вперед. Я согласен с вами, Александр, давайте мы разберемся с туалетами в том числе, но на это нужны средства, которых у нас в стране нету, а те крохи, которые приходят в страну, почему-то уходят в политику. средства унитазы задержать в порядке. Так на эти, слушай, Саша, ну на эти унитазы тоже средства нужны, Саш. Хорошо, друзья. Друзья, Саш, ты пропадаешь просто. Давайте закругляться. Друзья, то есть, да, мы просто уже сегодня задержались в пылу обсуждения, беседы, а я бы хотел подвести итог и дать вам возможность тоже в конце высказаться, потому что я не закрыл передачу просто таким своим авторитарным мнением. Павел, дать я начну быстренько по 2-3 предложения. Проблемы в обществе есть, они различные, решать их, конечно, тоже нужно, но мы должны четко, ясно понимать первоочередность тех или иных проблем. Проблема самая большая в нашей стране это не язык, ни в коем случае, потому что мы как народ живем друг с другом и жили вместе на протяжении веков. Когда-то мы говорили больше на русском, когда-то говорили больше на молдавском. Конечно, самая большая проблема в нашей стране это экономическая ситуация. Народ бежит отсюда, потому что нечего жрать и негде работать. И народ не уверен за свое экономическое будущее. Это моя точка зрения. Я говорю о том, что нужно решать именно эти первоочередные вопросы в первую очередь. Павел, твое мнение? Ну, пока народу не растолкуют, они не поймут просто куда идти. То есть надо встречаться с народом, объяснять им, что не обязательно отсюда убегать, что можно просто здесь на месте решать каждодневные свои проблемы, объединившись. Спасибо. Веер, Жероника? Ну, мое личное мнение, что мы всегда должны помнить, что мы все молдаване. Мы живем в Молдавии, мы молдаване, независимо от того, на каком языке мы говорим. Поэтому можно отставить свою ску, чтобы мы могли жить в своей стране в Молдавии. Вот и все. Спасибо. Светлана? Я хочу просто сказать. Конечно, не в языке дело, дело в нашем понимании, как сказала Вероника, мы все молдаване, я 100% согласна. Только нужно наше объединение и, думаю, придем к той цели, к которой мы стремимся. Спасибо. Александр? Я лучше тему предложу на следующий раз. Давай. Попытаться проанализировать, почему люди не хотят движения, никаких изменений, перемен, не хотят на улицу выходить. Какая реальная часть населения поддерживает такие пассионарные предложения? Пойти свергнуть, вышелнуть? Ладно же не все. Мы говорили в принципе в некоторых передачах мы касались этой темы. Ну, давай подготовимся вместе, если ты тем более будешь, потому что у тебя всегда такое мнение Баба-Яга против, то есть оно всегда такое свое, свое, которое не похоже на мнение остальных, было бы интересно, чтобы ты тоже был в передаче. Если будешь, то обязательно приглашу тебя и мы в принципе об этом поговорим. с удовольствием. Я с удовольствием. Понял. Марина, вы сегодня у нас первый раз. Очень приятно, что вы к нам сегодня присоединились. Я была раньше, я задавала вопросы Виктору Петровичу. А, все, понял, понял, понял. Ну, вот как бы итог все-таки, то есть в чем главная проблема в стране? Язык, экономика? В этом году нам обещают серьезные реформы и реформы связанные с экономией. То есть хотят сэкономить на бюджетном секторе. И я так предполагаю, могут быть, допустим, говорят, что все учебные заведения переходят на самофинансирование. Врачи будут получать зарплату в зависимости от количества клиентов. Если будет существенное снижение зарплат, существенное снижение рабочих мест, то действительно у народа могут быть проблемы. И народ действительно уже будет готов к чему-то. Ну, посмотрим. Может быть, они как-то все это сбалансируют. Не знаю. Поговорим, кстати, по поводу борьбы. Может быть, следующая передача «Народ готов» или «Не готов». Следите за анонсами. Елена? Я поддерживаю девочек. Мы живем в Молдавии, мы молдаване. У меня здесь даже будем говорить так, кличка Лена Молдаванка. Хотя я чистокровно русская. Главное, чтобы мы были все дружные. Дело не в этом, а дело в том, что весь этот вопрос языка это повод этому бандитскому альянсу для того, чтобы нас разделять и властвовать. Остальное что? Дай Бог удачи вам, ребятам, в вашей борьбе, а что надо мы всегда поддержим. Спасибо. У нас тут все девочки, которые из Молдавии, даже слышать не хотят об этом. Вы бы только те эпитеты, которым награждает наше правительство, это, вы меня простите, дебил, это самое, так сказать, мягкое. Елена, спасибо вам. А Александр, ну, Саш, вот как бы и подошел к концу наш очередной эфир. Так эмоционально, откровенно, жестко, правдиво, матку правду, знаешь, стало как бы немножко приятно. Полегче стало, Полегче, потому что в начале передачи было такое, знаешь, упадническое настроение, вот тем более мы до эфира с тобой общались, о том, что ну нет просвета, вот Саша приходит, говорит, есть просвет, но далеко. вопрос только в том, что может быть нам хватит сил, чтобы этот просвет приблизить к нам, то есть День Победы не ждать через 5, 10, 20 лет, а может быть все-таки как-то приблизить этот День Победы для молдавского народа. Ну вот я смотрю, что происходит с молдавскоязычными журналистами, которые работают на телеканалы, ну ангажированные телеканалы, и постепенно, постепенно до них тоже доходит, что творится в стране. Может быть уже те деньги, которые им платят, уже, ну знаете как, ведь есть предел всему. И почему я поднял этот вопрос сегодня, почему этот, это тяжелый вопрос, почему я его поднял, потому что действительно, когда мы отбросим вот эти вот проблемы, и вместе объединившись, несмотря ни на что, на каком языке ты говоришь, мы живем все в этой стране, и вместе предъявим счет Альянсу, вот именно тогда и наступит изменение в стране. Александр, я дайте Бог, пусть может быть так и будет. Вам всем спасибо, всем тем, кто был сегодня с нами в эфире. Напоминаю, это была студия Свободы. В студии сегодня был Вальков Вячеслав и Александр Корнигруцов. Мы с вами прощаемся, у нас эфир каждый будний день в 20.00 мы всегда в эфире, мы всегда говорим правду и стараемся ничего кроме правды. И всегда даем возможность вам высказать то, что вы думаете на самом деле. Это единственный интернет-портал, где можно позвонить и говорить то, что ты думаешь. Конечно, мы будем спорить, если мы не согласны, мы будем поддерживать вас, если мы согласны, и главное, мы показываем другим, что есть в этой стране сопротивление, есть в этой стране люди, которые хотят каких-то изменений, которые хотят лучшей доли для себя, для своих семей и для своих детей. Вы не одиноки, мы рядом с вами. Вам всего доброго, всех благ, до новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова